Привет, друзья! С вами канал MadScience и сегодня вы увидите реакцию хамелеона на 100 сверчков. Ну и не только! Поехали! Прошлый выпуск про хамелеона набрал просто нереальное количество просмотров и вы все хотели увидеть реакцию хамелеона на 100 сверчков. Но для того, чтобы держать хамелеона, необходим террариум. И я решил вам показать перед этим, как можно собрать из аквариума террариум. Возможно, некоторые из вас спросят, почему ты не купил сразу готовый террариум? Так вот, я вам отвечу, что они довольно-таки дорого стоят. Например, версия, которую я сейчас делаю и показываю вам, обошлась мне примерно в 50 долларов. Ну а купить готовый террариум вам бы обошлось приблизительно в 150 долларов. Поэтому я думаю, что все-таки это будет полезная часть видео, когда я вам покажу, как это все просто и быстро собирается. Да и стоит такая версия, получается, в три раза дешевле. Ну а на данном этапе я подвожу проводку к патрону, в котором будет вставлена специальная лампа для рептилий. Новый флагманский смартфон от российского бренда смартфонов BQ, официального партнера футбольного клуба «Спартак». Тонкий корпус, HD-экран в 5,2 дюйма, мощная батарея, сканер отпечатков пальцев и две действительно крутые камеры на 16 и 13 мегапикселей. BQ Space не смартфон, а космос. За очень умеренную цену. BQ по-настоящему народный смартфон. Ну и самое приятное и главное из этого всего, что собирается эта вся конструкция без каких-либо паяльников и так далее. Например, чтобы подключить проводку к вилке, проводятся такие же манипуляции, как и с патроном. Кстати, изначально я купил вот такую вот лампу и думал, что ее будет достаточно для нашего террариума. Но как оказалось, необходима специальная лампа для рептилий. Ну и чуть позже я ее заменил на настоящую необходимую лампу, которую купил в зоомагазине. Ну а чтобы закрепить патрон с лампой под крышкой, необходимы были обычные стяжки. Предварительно в крышке я делал отверстия под них. Ну а еще в этой крышке я заметил недочет, потому что не было куда вывести провод. Я сделал небольшие пропилы, в которые я вставил провода. Ну и на этом этапе с крышкой в принципе все уже закончено. Теперь осталось оформить сам террариум. Ну и для этого я приобрел в садовом магазине обычную кокосовую стружку и такие вот крупинки коры. Ну и как мне кажется, это будет идеальной подстилкой для нашего террариума. Кстати, вот такой вот декоративный кувшинчик, он еще выполняет роль и поилки, потому что в нем скапливается вода. Ну а еще я поместил в террариум цифровой датчик влаги и температуры. Ну а теперь займемся озеленением. Но к сожалению, озеленение не держится на весу, поэтому я взял обычные сухие палки на улице. Ну и предварительно их обеззаразил кипятком. Теперь необходимо было увлажнить весь террариум, ну и в принципе уже все готово. Вот так это все и выглядит. Ну и давайте-ка теперь заселим нашего хамелеончика и посмотрим за его реакцией. Ну и поначалу, как вы можете заметить, хамелеончик был коричневатого цвета. Коричневатый оттенок он обретает, когда его что-либо тревожит. Ну а вот, кстати, 200 сверчков. Ну и давайте-ка понаблюдаем сперва, что будет происходить, если закинуть всего лишь одного сверчка. Ну и в принципе хамелеончик моментально заинтересовался этой добычей. Но ведь вы пришли сюда посмотреть на реакцию хамелеона на 100 сверчков. Поэтому необходимо высыпать приблизительное число этих сверчков. И кстати, ребята, давайте вместе дадим хамелеончику имя. Поэтому обязательно напишите в комментарии, как бы вы хотели назвать этого хамелеончика. Кстати, а вы уже заметили, что он поменял уже цвет и стал абсолютно зеленым. Ну и как можно заметить, он уже в принципе начал открывать охотничий сезон. Кстати, вы только посмотрите, какой у этого хамелеона длиннющий язык. Ну и если я не ошибаюсь, то язык он может выкидывать на такое же расстояние, которое равно его длине тела. В общем-то, вот так и получается, что благодаря вам, ребята, мы сделали хамелеону настоящий пир. Ведь это вы хотели этот выпуск. И он действительно получился интересным. Кстати, ребята, если вы ожидаете 100 кормовых тараканов в муравейнике, то обязательно пишите в комментарии слово «хочу». Ну и как вы уже понимаете, мы свои слова держим. Поэтому обязательно пишите это слово, если вам будет интересно посмотреть на такую реакцию. Кстати, один из сверчков настолько обнаглел, что залез на хамелеончика. Но тут же поплатился за это. Ну а еще хотел бы рассказать немножко за цвета, которые меняет хамелеон. Этот вид называется «Еменский хамелеон». И когда он зеленый, либо светло-зеленый, то он в спокойном состоянии. То есть получается, сейчас в террариуме хамелеончику все очень нравится. Но как только хамелеончик увидел мой палец, то он начал моментально темнеть. Я думаю, это заметно невооруженным глазом, что хамелеону мой палец явно не нравится. Ну и давайте-ка посмотрим наконец-то, что будет происходить, если подсадить хамелеону обычного крабика. Ну и кстати, хамелеон моментально же заметил у себя незваного гостя. Ну и некоторое время они с крабиком играли в гляделки. Ведь получается так, что краб никогда не видел хамелеона, а хамелеон никогда не видел краба. Ну и в общем-то они разошлись в разные стороны и хамелеон немного потемнел. Потому что ему такая компания не особо нравится. Ну и когда я наконец-то достал краба, то он ухватил кокосовую волосинку и начал ее активно жевать. Ну и вот такой вот позитивный выпуск у нас с вами сегодня получился. В общем-то все сыты и все довольны. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А на этом все. Всем пока.